Главное не забыть включать микрофон Здоровенький! Кто-нибудь на Роид? Кто-нибудь спит? Потому что я пиздец как сплю Я выпила слабый энергозик, чтобы хотя-бы глаза открыть Я думала, что уже вторые сутки спать буду подряд Это пиздец какое-то, хотя бы два Да, вон Мистер Твент второй Привет, Маткот Привет Нас хотя-бы два Вот ещё Гостес пришёл Всё, расчёт окончен Вот Блин, план не удался в чате Дварфа, нет Ну ладно, нам придётся всё делать без него Как там лето твоё? Сижу, блядь, дома и парюсь Охуяное лето обожаю Ещё эти жуки просто превосходно Обожаю лето, ура Ни разу не погуляла за всё лето Охуенно Сынефа Да Короче, сегодня Стрим проспросирован Дварфа Но его, так как нет Придётся без него справляться Может он посмотрит, не знаю В записи Короче Сейчас Чтобы долго не тянуть Разину Так оно будет? Я тыкнула? Нет, не тыкнула Ко А, это Городный спонсор Итадакимаса Чёто там Ха 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 Точно Еееей Он просто Ладно, сейчас Спонсор Котов 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 Короче Ээээ, вот Кто-то что-то взял Наспораживаю Симе Как я могу что-то взять Если у меня нет денег Ура Мне Дварф подарил Немножечко Игр маленьких Маленьких Игрулечек Ладно, я думаю Рулетку Рулетку мы потом оставим Когда Дварф появится Так будет Правильнее, да? Да? Да Я так считаю Сейчас пусть проиграется Вся такая хуя Порвает мастер вода Че ты ржешь опять? Где мармеладки, сука? Че ржешь? Че ржешь? Я все помню Должник Кошмар Это не смех Да, мармеладки Мармеладки, сука Хе-хе-хе-хе Это Да Это очень грустно Что я осталась без мармелада Конечно Может мармеладки стоят в шкафу Мне ленить Да они же сейчас засохнут Рулетка Хе-хе-хе-хе В Домосквы доехать дешевле Ой, дешевле Дороже, чем Сходить за мармеладками Сорри О боже Дварф будет очень рад Этой рулетке Привет Привет Бармен А почему А почему А почему А почему они поды А не надо Ну ладно О боже О боже I'm sorry Мармелад засохнет Значит будешь грызть Какой ужас Так он уже наверно засох У него же срок годности небольшой Он Он Его нельзя вот так надолго оставлять Он будет твердый Да Так Мы вообще-то в тридцати градусный мороз на почту ходили, а ты сучка, все понятно, все понятно Так Видос Так вот я открываю видос Сегодня будем смотреть Вы Тверсти Можно Ропот Отморозить Да Так мы так и отморозили А Еще и ветер был Пиздец Давненько на стрим попасть не могу Ура Теперь ты Попал Как раз в самое начало Как раз мы сейчас будем смотреть видосик Вы А мне сходить-то нескольким Вдвоем-то веселее Заведи себе не за хомячка Возьми с собой, чтобы было не страшно Мне скинули этот видос в предложку дважды Также мне дважды ютуб порекомендовал этот видос А я все его откладывала, 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 откладывала И вот он, короче Говорят, что он прям жесткий, но я не знаю Вот Сейчас будут, сколько, пятнадцать зрителей Смотрят, как Нино расходят с ума Увы, не семнадцать миллионов Ну и что поделать Надо же с чего-то начинать Заведи себе жену Типа как животное завести Ты че, Макат Кстати, помните, я говорила, что я бы купила себе жену Чтобы она мне готовила Наверное, никто не помнит, но ладно Короче, мы начинаем Три-два раз Все, все готовы Все, все принесли Чай, кофе по танцу Если кто-то не принес Я не моя вина Я вас минут одиннадцать уже жду У тебя и так мистер твен Он готовит Ну да, но он же не каждый раз Готовит, когда я хочу Иногда он говорит Я спать И я такая Ну блин, что же мне делать Привет, Лерона Привет, привет Все, теперь точно Почти все собрались Так Начинаем А че это за чел? Ладно Так, а звук Звук надо погромче, да? Если что, скажите Как он Кусая его за попу Он не сможет уснуть Блин, он только что тут спал Вы не поверите Я, блин, еле как проснулась Это вообще жесть Я думала, я сейчас еще буду спать Я не проснусь никогда в своей жизни Вот Японские игровые шоу Высмеивают уже не первый десяток лет Не только из-за странности Но и из-за травмоопасности Все нормально? Я слышал Многие видели вырезку из замка Такеши Где ужаленные в жопу японцы Пробегают полосу испытаний Но, наверное, пиком бреда было шоу Сосуна Дампа Шонан Самое Дело в том, что для самих японцев Это тоже отбито и странно Потому что японцы, как правило, очень сдержанные И они смотрят вот эту дичь Чтобы хотя бы где-то была эта дичь Потому что в реальной жизни Нихуя не происходит И поэтому приходится Ну хоть как-то выкручиваться Делай видео на x2 Нет, я тогда вообще Нихрена не буду успевать Смотрят на фриков Ну да, типа Это как у нас Смотрят Давай поженимся Где там какая-нибудь расфуфыренная мадама И какой-то долбоеб Вот И у них то же самое Ни народной x2 зависит Нет Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Только когда твоя любимая бейсбольная команда Выиграет Ну а по гейм этого шоу Стала рубрика Марафон призов Как все началось В комнате собрали 20 начинающих комиков После чего Рандомом выбрали Одного победителя Которым стал бы участником шоу Судьба выбрала Тамао Кихаматсу Продюсеры сказали Что он везунчик И его везение После чего Отвезли в крошечную квартиру И сказали ему Участвовать в эксперименте На момент 98 года Япония находилась В экономической рецессии То есть Не критическом Экономическом спаде Когда производство товаров И услуг Становилось меньше И чтобы это экономическое угасание Малый и средний бизнес Мог хоть как-то компенсировать В стране началась Мания всяких Купонов Акций А ничего было Хм Промолчу Ага Серьезно? Но теперь Давайте я вам объясню Как это все ощущается На самом деле Вы 10 часов в день Заполняете Он реально голый? Причем от руки Разгадываете какие-то Ссаные сканворды Чтобы попытаться Открыть лутбокс С едой или одеждой А в лутбоксе Как говорил классик Есть только томатный соус Фасоль и легендарный рецепт Фасоли в томатном соусе Бля Это Это Подожди Это законно вообще? Не ну наверное он подписывал всякие бумаги Но это выглядит как пыточное Бля Это ненормально Еще и белые стены вот эти квадратные Как в психушке Это неадекватно мне кажется Даже для японцев нахуй мне кажется это неадекватно Хотя не Ладно неважно Берем на в 16 Аааа Моя Моя любимая Шоу Берем на в 16 Там где я говорю Ээээ Базу На бедных детей Ужас Радио ради рекламный Вы общаетесь с оператором по телефону только насчет рекламы Вы заперты в комнате размером с санузел Вы не можете общаться с близкими, друзьям Вы понятия не имеете что происходит в мире Средств за гигиену у вас нет Еды у вас нет, развлечений у вас нет все что я переименую стрим потому что я думала это стример какой-то увы а это а это не стример сохранить можете это писать сраные открытки все что у вас есть это кофейный столик телефон радио стример так стало модно надо больше в этой комнате ничего не было и так почти ну так же как и дом 2 это что же стример 100 получается потому что там половина по сценарию ну или если не все блин там типа ну хотя нет стримеры то более честно чем дома 2 ладно года полтора года там сидеть давайте начнем с имени для томаоке насубе продюсеры посмотрели на парня и заметили сходство его лица с баклажаном и все теперь у него до конца жизни будет прозвище баклажан так нас уби и переводится ну и чтобы люди этого не забывали половый орган все время шоу цензурили при помощи ой блять за время ну это ну это это же издевательство какое-то не назвали по имени и это был самый безобидный акт оскорбления человеческого достоинства как я и говорил первое что его заставили сделать в комнате так это раздеть на глазик чешется смотрит шоу то заметно как насубе очень сильно переживает из-за этого запомните это мы к этому вернемся блять куда ты попал чел нахуй насколько насколько было хуёво ему жить что он решил делать это и хотя его наверное не предупреждали обо всем что будет происходить так бы он вряд ли бы согласился что-то но больше всего он хотел еду и одежду впервые он выиграл на третий или четвертый день 12 упаковок желе которые он быстро съел на самом деле даже несмотря на то что первое время он ничего не выигрывал его все равно кормили ну кормили это конечно громко сказано ему нужно было несколько раз в день менять пленку в камере а в конце дня приходил человек чтобы эти пленки забрать и вот первые две недели по словам насубе в тот момент ему давали хлебцы а когда он впервые выиграл что-то более-менее съестное ему эти хлебцы давать перестали а выиграл он мешок риса наконец-таки полноценно больше которую он нигде не мог приготовить что это за 6 а есть ему хотелось так что в тот день он просто жрал сырой рис поняв что жить так нельзя нет он не закончил эксперимент он решил помыть упаковку из-под желе насыпать туда риса залить водой и поставить его рядом с комфоркой и у него получилось он сварил рис за две недели он съел что-то калорийное что-то из чего организму слушайте а если бы он там помер вот просто помер бы компания хоть какие-то не знаю какой-то ответственность это несет блять это за хуйня как вареный рис в упаковке из-под желе без соли просто рис и он был счастлив блять ну это пиздец есть шоу голое напуганное отправлять дикие места и все что едят что поймает люблю вас смотреть а не такие шоу они фальшивые типа на самом деле вот все эти остаться в живых блять это вся хуйня у них там за кадром есть блять эти обустроены палатки со всеми удобствами и едой типа ну это обман обман зрителей но вот это реально ну пытка какая-то ну что это это ненормально голая напуганный нет ну блин я я не знаю я бы навряд ли бы прям сильно получала удовольствие от просмотра такой хуйни да а случайно туда этих змеи пауков специально не подкидывали не да такое себе я бы в такой хуйни не участвовала ни за какие блять деньги это чо телешоу японское где челику не дают еду ни одежду ничего блять потому что он подписал ебучий контракт и он полгода сидел в этой комнате снимался на камеру 24 часа вот он впервые поел это голод ладно это одно из ужасных что там было он мог не есть неделю если везло он ел горстку риса за ужин и это единственное он реально уже похудел как мне кажется за неделю что это была случайность кто-то из съемочной команды кричал на улице как продавец стритфута дескать вот она еда буквально с собой но самый жестокий случай издевательства над голодным человеком был самый первый месяц в дверь его комнаты постучали он голый так я уверена еще у него такой договор был по типу то что если он сорвется и выйдет на улицу чтобы пожрать или оденется то он еще заплатит миллионный штраф за эту хуйню я уверена типа ну он он просто не сможет отказаться все это хуйню делать что ты ржешь что ты ржешь я тебе страшные вещи расскажу ты хихикаешь а чего написал отряд 731 возрождение я не знаю что это значит открыл дверь там стоял курьер с жирнющим рамоном жареный свинины и овощами он в красках описал заказ показала в нас обе чтобы пленительный запах супа так он же специально знал где он сидит и попросил 1700 иен у нашего беда я уверена что это съемочная группа сама же подослала этого но я бы она не знаю да я не знаю чё никаких денег не оказалось после чего курьер уточнил адрес извинился и ушел то есть ему раздраконили аппетит и ушли он наедине с собой игорский риса и таких случаев было много также над ним издевались по телефону ожидая звонок для подтверждения победы в конкурсе ему постоянно звонили просто так либо сразу бросая трубку либо предлагая курсы изучения просто чтобы в очередной раз посмотреть на расстроенное лицо бедолаги ведь он же комик он все время пытался хоть как-то это обыграть и выйти на шутку либо просто скорчить рожицу первое время да он просто пытался не ёбнуться хоть как-то себя рассмешить блять отряд 731 это подразделение японских ученых которые а а ну да я про это и говорила он как мог пытался бы я просто стараюсь не затрагивать политику знаешь и всякие жуткие вещи потому что я не хочу еще сильнее расстраиваться битричком каждый раз подскакивая когда ему приносили доставку в надежде получить хоть что-нибудь съедобное и ему везло так у него оказались спагетти с консервами правда варить спагетти было негде а открывать консерва было нечем так чтобы продолжал в сухометку жрать постный рис первый месяц блин а у него там нету вообще ничего в смысле можно наверное банка об конте угол ударить не знаю и типа как-нибудь так открыть нет типа это же теоретически возможно они же алюминиевые удачным он заработал всего 15 раз ебашки ценными были 2000 ем да прям так бумажками он выиграл гель для душа февраль был более удачным он выиграл на то это бобы хочу то пожрать были писать легендарным рецептом бобов томатном соусе сейчас у него жадней кости были закуски из костей лососе как я понял это к пенному редька бабы оками нет я правда не шучу про улбоксы с алюминиевой баночкой и бутылочка яичного сака я про то что напиток был выпит говорить думаю не стоит как-никак человек сходящий с ума в замкнутом помещении куда скучу пьяного человека сходящего с ума в замкнутом помещении но это сака очень сильно помогло нас обе он помыл банку аккуратно вытащил верхушку и получил на но все-таки кастрюльку на которой и рис было удобнее варить и наконец-таки спагетти поесть можно было также ему очень крупно повезло ведь он вы как-то же он открыл важное мясо и он его приготовил при помощи ручки держа его над огнем и вот смотрю как человек впервые за 2 месяца из для без соли и перца практически плача от счастья что его организм впервые за время шоу получил так необходимый белок и что-то мне так грустно становится но это грусть у меня была недолго ведь он таки получил то что хотел выиграть самого первого дня одежду чтобы он таки смог все срам ведь ему достались ношеные женские и да он попытался их натянуть на свой зад но у него ничего не получилось я конечно знал что автомата с ношенными трусами это фактически миф но продажи извратом женских вещей от конкретной личности такие существа ну возможно они есть но скорее всего не ношеные но я не знаю насчет этого блять ну типа мне хочется плакать делай свой автомат скидайте донатики пожалуйста сделай все что угодно лишь бы мне денег хватило есть и ношеные вообще-то это бизнес не ну я уверена но не в таком открытом формате типа не на улицах да я не имела ввиду все что угодно я имею ввиду все что я бы могла сделать существовали а со временем ничего не поменялось но если вернуться к нас умеет то это до ужаса оскорбительно хотел одежду ну на держи просто кошмар но стоит сказать что ему в каком-то смысле повезло ведь ему перепало что-то действительно стоящее знаете чем я сделала с этими трусами если у него есть какую-нибудь вот провода всякая веревочка я бы типа привязала бы веревочку к трусам и спереди повесила как повязку ну хотя бы блять что-то не знаю хау из забег сиськи лая ватафак игрой для ps1 для скучающего от однообразия организма это буквально спасительный кислород одно но не плойки не телевизора у нас обе не было также из бесполезного он выигрывает складной велосипед и вот находясь на пороге отчаяния а зачем ладно счастье обзавестись ты так еще сильнее похудеешь игрушечного тюленя дает ему имя бенасу и счастье по несчастью в феврале он выигрывает 90 тысяч иен апрель был менее удачным на выигрыш из еды ему перепал набор яма учим там и пельмени и персики и креветки также он получил помидоры и шоколад но самым риском был живой сука лобстер он потанцевал и съел это был первый съеденный лобстер в жизни блин он был в баночке я тоже никогда не ела лобстер я тоже хочу попробовать я не поняла что он написал ау 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 баклажан а баклажан так переводится ау берг джин блин вугай ю истина ну ты просто можешь использовать нормальный словIDE баклажан успокоен очи Хуперэр привет, крик, 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 крик крик? вот ау баклажан баклажан это бауууур бауууур бэр бж быгр дж бж бжиш бэр Короче, пиздец Я сейчас сама плакать буду На хуле еще делать? Я больше еще в шоке с того, что это еще и с субтитрами на английском Типа они решили, что это Вся мировая шутка, блядь, над человеком Охуенно Блядь 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 Май выдался одним из самых сложных месяцев в этом шоу Но месяц начался с медицинского осмотра Врач померил давление, пощупил пульс, да и ушел Спустя месяц только мы проверяли его здоровье, блядь А что насчет психического здоровья? А, ну да Там же в то время всем было похуй Это не шутки Яс Что за? Это, ну я не знаю Главное Ну да Переживет этот гребаный месяц Ну да Из бесполезного он выиграл ботинки Глобус Косметичку Кружку Они провели врача Не для него А чисто чтобы Обезопасить себя На случай Если он реально помрет И набор ложек А из еды Диетический чай И снова желе Вы можете заметить Что этого как-то мало Да и то, что есть Не сказать, что питательное И вы будете правы Но все это блестит и меркнет По сравнению с тем Что у нас Не был нихуя И какое-то время Из еды у него была Только фильтрованная Но все-таки вода Голодал он дней 5-6 Пока боги Но мимика у него Конечно реально смешная Он был бы реально Хорошим стримером Я считаю Если бы Он не решил Заниматься Вот этим Типа это Тренд ютуба Тех времен Это не ютуб Это телевидение Блять Это по телеку Показывали Официально И такие Ха-ха Смотрите Смотрите Ага-ха Человек страдает Я очень рад Я съем шоколад Мне грустно И да Это то О чем вы подумали За неимением Альтернатив Почти полмесяца Собачий корм Он ел Собачий корм Блять Ну там Спрессованное мясо По сути Переработанное С овощами А хуле Ещё делать В Японии Сейчас психическое Здоровье Особо Николай Колышит Ну В принципе Да Мясо Что Ну там Хоть что-то Есть Типа кукуруза Ещё Какая-нибудь Хуйня Давайте поговорим Вот о чём Какой процент Постановки Есть у этого шоу И какого хера Нацуми просто взял И не ушёл Из этой грёбаной коробки Ведь одно дело Рис без ничего Приготовленный в банке Или голодание Но Собачий корм Какого хрена Почему он всё-таки Не ушёл В интервью Нацуми говорил Что изначально Он ничего не подписывал То есть никаких Обязательств Серьёзно То есть он даже Ничего не подписывал Блять Чёл ты просто пришёл Тебя просто посадили А ты такой Ну и ладно Господи Он просто не мог Даже сказать Хватит Я ничего не подписывал Сука Ну Просто Бля Я вахуй Настолько всё плохо Настолько всё плохо У японцев Тогда было видимо С этим Самоуважением Интернета нет Кризис в стране Ну это пиздец какой-то Так всё равно Жрать было нечего Кризис А Может ему Скучное тело было Нет Я уверена Что это всё Ради хоть каких-то денег Потому что Как видишь По его форме Он скорее всего Обычный Блять Разнорабочий И всё какое-то такое Скорее всего У него не было Ничего Ни жены Ни детей И он был Короче Ему было Нехуя делать Кроме как Работать на стройке Наебаной Он решил Ну лучше уж так Чем-никак Наверное Его не было Но ребята С канала Не первый год Да не настолько уж Она похожа На баклажан Блин Только преувеличивали Ему 20 Был он Начинающий комик В стране Где кризис В смысле Он Начинающий комик Официально Или Или По По случайным Постоятельствам Я Официально Клоу Да Блядь Владик У меня всё ещё горло болит Я не знаю Что мне делать Владик Можешь что-нибудь придумать Потому что я не знаю Что мне делать У меня горло болит Уже Нахуй Неделю Никак не проходит Оно даже не уменьшается В боли Блядь Как мне жить Прочистить горло Оно где-то прям Глубоко Внутри Как я его Блин Прочищу Типа щёткой Ёршиком Вот так себе Запихать Вот такими делами Занимаются Поэтому у них были Другие рычаги давления Во-первых Ему пообещали Кое-что крутое Но неосезаемое Что? Славу Ведь если ты Станешь известным То будешь сниматься И в других шоу Нашего канала А там гляди И лично для тебя Передачу сделаем И Насуби На это повёлся Блядь Славу В том что ты Типа клоун На котором смеются Вот это слава Блядь Охуенная слава Обожаю Ммм Меня будут Все уважать Ага Сейчас Он реально комик? Ему всё ещё Нужно оттачивать Чё ты мне спойлеришь Вообще Чё это мастерство комедии А шоу На крупном Японском канале Смогло бы Не ну он смешной Но типа Блядь Не здесь Ты же стримишь И чё Японии 90-е Были примерно Такие же Как у нас С отличиями Конечно Суть такие же Не знаю Я не жила в Японии И даже в России В 90-е Я тоже неосвободно Жила Увы Я уже под конец 90-е родилась Так что Я даже не могу Себе представить Мяс Особствовать его карьере комика У него не особо много денег Ведь по его словам Он до известности Тоже не особо часто ел мясо И тут просто всё сложилось Но всё-таки Почему он не ушёл Тут 50% Ну да Ну да Я реально Я вот так и подумал Что ему просто Ну просто стеснительный Маленький Японец На которого надавили Блядь Пиздец Ты не должен Бог терпел И нам велел И вот это вот всё Но в какой-то момент Как мне кажется Контракт всё-таки Был подписан Потому что Насубе ввёл Свой собственный Рукописный дневник Который у него ночью Забирали Ксерили И публиковали Такие Блядь Серьёзно? Требуют разрешения Автора И вот Ладно Знаю японцев Их телеканал С непонятным шот Думаю Это норма Для Я бы сказала Это старт Этого телевидения Вот такого формата Как это обычно делают Ему дают контракт Дескать Вот смотри Мы тебе такие деньжищ Отвалим Только подпись поставь А мелкий текст Не читай И в этом тексте Написано Что всё что ты делаешь Внутри этого шоу Будет принадлежать нам Товарная марка Насубе Уже оформленная И тоже принадлежит нам И так далее По списку А если убеждений Стоилось недостаточно Чтобы удерживать его В комнате Ему показывают Тот самый контракт С его подписью И перелистывают На статью штрафов Дескать Уйти ты можешь прямо сейчас Тебя никто не держит Но за это Ты должен будешь Заплатить столько денег Что ты Да Как я и говорила Просто штраф на него накинут За счёт того Что он подписал Ебачий контракт Не знаю О чём я и говорила Твои правнуки Будут ещё на нас работать Поэтому он и не уходил И ещё потому Что он был голый И он не хотел Таким выходить на улицу А вот момент с постановкой Давайте посмотрим чуть позже И кстати Можете выдохнуть После того Как он ел собачий корм Около двух недель Он таки выиграл Десять килограмм риса А держа его в руках Он просто расплакался Юль получился Достаточно удачным Сразу ему выпал Мангал с сеткой И мясом Которое он смог Более-менее нормально Приготовить Так же ему пали энергетики И водоросли нори Которыми он окутал рис И сделал своеобразное Анигири По его же словам Сочетание риса И водоросли вкуснее Он пока не пробовал А из полезного Он получил чайник Из бесполезного Но желаемого Он получил постер Хирауса Рёки Чему Насубе Был невероятно рад Ведь он её большой поклонник Но Посреди ночи Его разбудили продюсера Надели на него маску С наушниками И пять часов Катили куда-то по городу И прийти в новое место Где его ждала Всё та же комната С теми же выигранными товарами Всё с той же планкой В миллион йен Насубе сказали Что он переехал Потому что Это место Более везучее А на самом же деле СМИ узнали о месте Проведения этого ужасного Эксперимента И пытались урвать Свою часть славы Ведь уже на тот момент Шоу рвало все рейтинги И вот теперь Давайте поговорим Про постановку Я хочу сделать Очень странное заявление Но дайте мне высказаться Если отринуть Всё человеческое И забыть про все Ужасы и мучения Через которое прошел Насубе И посмотреть на шоу Как на коммерческий Продукт в вакууме То стоит заметить Это шоу Действительно гениальное Да Никакие рейтинги Не стоят Человеческих издевательств Но просто дайте мне Поделиться наблюдением Чтобы ответить на вопрос Кому нахрен Было интересно Смотреть за ужасами Насубе И почему это шоу Смотрела вся Япония Я понял Что это шоу Действительно работает Когда я 25 лет спустя На ютубе В разрешении 360 пи С английскими Субтитрами Смотрел Пятичасовое Издание Этого шоу И не мог Оторваться Просто представьте Что тогда В 98 году Создатели Предвосветили Многие ютуб тренды Вы скажете О май лайф блог Какой ты внимательный Но нет Речь про Да просто звучит странно Но Открытие посылок Салика И кейсов Бля реально А кстати да Пишет сраные открытки И тут ему стучат В дверь Он получает посылку Ну знаете В отличие От сегодняшних Тут под посылки Реально Имеет Блядь После чего Показывает Ее В кадре Без чем Это не открытие Кейсов Только ставьте Тут куда более высокие Ведь блогеры Которые этим занимаются В любом случае Выходят в плюс За счет рекламы И просмотров А у нас Субе посылка Это жизненная Необходимость Так что К смешным танцам Наблюдением За деградирующей Психикой Добавьте Кремль гачи От которого Будут зависеть Все шоу И вот при всем Мной вышеописанном Вы правда Думаете Что продюсеры Будут отдавать Выигранные товары Ведь он мог Выиграть Много товаров Или наоборот Не выиграть ничего Это же рандом А вот Придумать Очередное Издевательство Запросто А знаете Почему Это шоу Гениальное С точки зрения Телепередача Я уверен Что в офисе Компании Стояли Километровые Очереди Из рекламодателей Как я и говорил В стране Экономическая Рецессия Надо поднимать Бизнес И вот сейчас Представьте Самым Просматриваемым Шоу Страны 17 Миллионов Японцев Наблюдают За тем Как бедный Насубик Закатывая Глаза От удовольствия Ест Фирменную Еду Наслаждается Именным Набором Ямаучи Ест Брендированное Желе Отваривает Рис Из конкретной Префектуры Придумать Рекламу Лучшее Невозможно Пиздец Найс Страдания Цифровую То есть Теперь Насубе Не надо Несколько раз В день Менять Кассеты А знаете Какая еще Особенность У цифровой Техники Она может Транслировать Картинку Сразу На компьютер А с компьютера В интернет Вообще Изначально Одна из причин Почему Насубе На это Согласился Была в том Что его Убедили В конкретной Форме Производства Ему сказали Что все Тут происходит Это Действительный Эксперимент По его Окончанию Мы посмотрим Что получится Если будет Неинтересно То мы тебе Заплатим А пленки Уничтожим А если Все-таки Что-то Выгорит То мы Это Перемонтируем И вырежем Все Что бы Ты не Хотел Показывать То есть Находясь В этой Гребаной Комнате Он То есть Они его Конкретно Так Наебали Думал Что снимает Видео Отчеты Для будущего Второго Шоу А на самом Деле Все его Грязные Вещи И поступки Транслировались В прайм-тайме Как вишенка На торте Чтобы Заводитель Вовлекался Еще сильнее Все это Сопровождалось Мыслями Из его Дневника Без Его Ведома Бля 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 Тебе еды Сделать Давай Затем Чтобы Все Было Зацензурено А за Круглосуточный Просмотр Шоу Насуби В интернете Наблюдало 1,6 Миллиона Глаз Не единовременно Конечно же Но это Общее Значение Зрителей Вдумайтесь 1,6 Зрителей В 98 Году И только Один вопрос А Насуби Про это Знал? Жука Откуда Это 17 Миллиона Взялось? Я Запуталась Думаю В ответ Вам Ему дали Зубную пасту Щетку Пылесос Надувной Круг А из еды Арбуз Рис Смузи И маринованные Баклажаны Но вот Под конец Августа Он 2 недели Ничего не получал И чтобы это Как-то компенсировать В лучших традициях Японского телевидения С ним решили Устроить Бонусный Ова Эпизод У вас Есть 5 секунд Чтобы догадаться О чем он был Да Вы угадали Это пляжный Эпизод Бля Дать Возможность Человеку Немного Побыть На свежем Воздухе Загореть Да Покормить Его В конце Концов Но Продюсеры Этого Шоу Увидели Новый Способ Поиздеваться Над бедным Насуб Куда-то Долго Везли Посадили На лодку И ничего Ему Не говорили Отчего Он вообще Изначально Думал Что началось Землетрясение А потом Его высадили На остров Да В этих Сраных Ботинках И оставили Ему Мангал Зажигалку И надувной Круг Так удачно Что все Эти вещи Он выиграл Прям незадолго До путешествия Я надеюсь Вы понимаете Почему подарки В этом шоу Насубе Никогда Не выигрывал Чтоб вы поняли В каком ужасном Он был Состоянии Первое Что он сделал Так это Побежал к морю Попить воды И не потому Что он тупой И не знал Что пить морскую воду Нельзя Нет Он хотел Попробовать Соль Он так давно Не ел ничего соленого Что просто Хотел попробовать Соль Далее Он хорошо Провел время Немного погулял По острову Нашел морепродукты Съел их Был от этого В диком восторге Позагорал Покупался То есть Он действительно Отдыхал Как физически Так и ментально Стены на него Не давили Привычная Мертвая тишина Разбавлялась Морским прибоем Нацуми Хоть немного Но таки Восполнил Ментальное И физическое Здоровье А знаете Что потом Сделали руководители Проекта Заставили его Себя за это Ненавидеть По правилам Он мог отдыхать Тут сколько В душе угодно Но Пока он тут Отдыхает Дома Никто не будет Забирать посылки То есть Если к нему Приедет выигрыш То ему его Не отдадут И в общий зачет Они не пойдут Нацуми расстроился И поехал обратно Жить в четырех стенах Так его отдых И закончился А потом Большая часть Его выигрыша Была бумажной И зачастую Оскорбительной Например Билеты на Спайс Герлс Брошюра для студентов Журнал для автозвука Бесплатные уроки Английского Найс Постер мисс Хироши Энциклопедия на Компакт диске Мне интересно Они Случайно Не подтасовывают Его выигрыша Блять Лайра с гостиной Пару хэс кассет После чего Он снова переехал На новое место На этот раз Продюсеры сказали Что в этом доме Все по фэншую Когда как на самом деле Их квартиру снова нашли В новом месте Насубе сразу повезло Ему дали что-то Действительно вкусное Чипсы Фрукты в сиропе И кава А также ему дали Такий способ досуга Ему выдали ВХС плеер А учитывая Что у него уже был Телевизор Я бы от скуки Наверное Сдохла просто Наверное Самое худшее Самое худшее Для меня было бы Реально Ну ничем Не заниматься И вот он Короче Как-то пытается Себя развеселить Как-то Что-то делает А я бы Мне кажется Просто лежала бы И спала Вот шоу-то Интересное Было бы Телевизор Телевизор Пару кассет Счастье Бедолаги Было Неописуемым Но Над ним Ведь не могли Не издеваться Правильно Так что же Это были За кассеты Видео С 50 Первого Чемпионата Японии Повела Спорту И Видео том как убрать неприятный запах из подмышек и на особе был счастлив на телевизоре картинка двигалась но хоть что-то чем ничего на пиздец движущейся картинкой последний раз он смотрел телевизор 9 месяцев назад и сейчас какое-то безумие но касаемо досуга ноябрь переплюнул октябрь ведь в х с плеер с видео 51 чемпионата японии по велоспорту это конечно хорошо но это ни в какие рамки не идет с тем что ему дали playstation 1 у меня слов не найдется чтобы описать весь восторг на особе реклама playstation а это был офигенный досуг для девяносто восьмого года не бать он себе чупчик взял на ней есть такое количество удивительных а ему самые стойные игры еще дали наверное это маленькая коробка могла полностью изменить статус его нахождения с пленного на отдыхающего и вы я надеюсь помните что он уже выиграл диск для первой плойки но вы слышали эту паузу само собой такой роскоши ему не могли дать знаете какую игру он выиграл дэнша дега что это такой важная уезда и знаете что в нем нужно делать виртуальным поездом ехать по виртуальным рельсам вау в это четыре дня подряд четыре дня он получал истинное удовольствие что мог играть в игру первый стример это самый несчастный стример в мире нахуй ой это такой звук охуенно он так много играл в эту игру что сам себе запретил playstation чтобы вернуться к написанию открыток но если да если вам было интересно как выглядел самый первый в истории человечества видеоигровой стример то он выглядел вот как-то так надо к стример не знал что он стример также этот месяц можно считать счастливым потому что ему снова дали поесть мясо важной точкой в этой истории дамику мы дали на календарь с его любимой вайфу фотографию антонио иноки стоит отметить что на одиннадцатый месяц его заточение ему впервые учитывая что ему уже который раз при их приходит постер с одной и той же девкой что-то мне подсказывает что реально подтасованы это призы если это так то это еще хуже то есть они специально заставляли его голодать получается и дали нормальную посуду он получил сковородку просто вспомните что все эти 11 месяцев он варил рис в банке из-под саке а при отсутствии риса ел собачий корм но самым важным товаром стали покрышки с одной стороны его положение вещь бесполезно а с другой они нормально стоили и благодаря им он наконец-таки собрал 1 миллион йен забыл это раньше отметить он получал товары но я не знал о их стоимости и сколько ему еще нужно собрать до окончания эксперимента но это все-таки случилось его пытка наконец-таки закончилась что что-то прям воняет майонезом жесткая ты прям бахну ладно нормально он просто последнее время как-то совсем я не верю не верю заправкам но вы же не думаете что его просто поздравит не правда ли они пришли к нему ночью и разбудили хлопушками человек с ума сходит от тишины разбудили посреди ночи хлопушками он до сих пор так и не получил ни одну одежду припиздец кидали его одежду он ее одел а потом сразу снял ведь он отвык носить одежду для ему было некомфортно она кололась в ней все тело чесалось после чего его нормально покормили раманом и снова закрыли глаза и вы быть может чувствуете подвох а нет его когда на себе открыл глаза он увидел южную корею в ней он мог есть где-то ладно а после того как он набил живот его отвезли в парк развлечений где он очень хорошо не кажется и кажется они все это сделали во-первых просто для шоу во вторых чтобы он не жаловался блять это мне так кажется они отвели его типа содобрили его он себе купил горшок с кимчи ему закрыли глаза он сел в такси чтобы его отвезли в аэропорт а когда он их открыл он обнаружил себя в такой же маленькой комнате с кофейным столом открытками журналами чего он ским словарем продюсер вы не отключили меня скорее тоже есть призы и надо узнать можно ли в этой стране жить на подарки вы можете себе представить уровень этого ублюдства они понимали что он может просто уйти несмотря на штрафы но он не сможет уйти если он будет находиться в другой стране это основная причина переноса локации заставить чё блять чё блять слушай учитывая он даже не знал что его посудят обратно то есть он бы мог понакупить себе еще больше всяких штук например или еще чайник с собой взять ну это пиздец ну что я бы я бы начала прилюдно делать запрещенные вещи и тогда меня бы отпустили скорее всего без штрафа ну типа да ну типа запрещеночки такие вот всякие интересно смешные тогда бы меня отпустили потому что я свободолюбивая очень я ебанута я бы не смогла вот это терпеть спортно чем раньше у меня просто нет слов а что насчет планки на этот раз один миллион иен решили не ставить обошлись 46 тысячами на билет до японии заканчивать с этим шоу никто не хотел бабки то крутится мое почтение да он даже не представляет как сильно нем зарабатывает корейского языка хочешь читать читай за словарем хочешь писать метод тот же благо у него первое время был горшок с кимчи и он мог нормально питаться корее первое что он вы как нормально кучу острого жрал каждый чему другому это убедило его в том что он может участвовать в корейском розыгрыше и его шанс вернуться обратно домой не нулевой далее ему прям везло телевизор бананы кимчи и еще что-то по мелочи он быстро собрал необходимую сумму и его тут же отправили домой конечно же нет на его усердие посчитали что эконом-класс для этого трудяги ну как-то несерьезно он должен лететь бизнес-классом а такой билет стоит уже он продолжил заполнять бланки благо ему перепал дорогой чай и сумма снова собрана но вот теперь-то его отправят домой конечно но не бизнес что он пережил это как минимум первый класс а это уже 81 тысячи ян да вы чё блять правило на ходу меня эти я бы а у него нету не на чем-то уже он банки открывает заново благо на этот раз ему повезло с едой ребрышки и живой осьминог да из несъедобного тоже много что было бамбуковые меч то есть делаем выводы корея в плане выигрышей более как сказать демократическая страна а япония жмоты сраные делаем выводы всем в корею не в японии сумма была собрана но погодите имеет такие деньги зачем лететь в японию если можно полить они так и планировали каждый раз поднимать стоимость билета придумывая новые причины не лететь домой но на особе приложил член к носу и понял что он уже давно собрал необходимую сумму после чего поговорил с продюсером и сказал ему что больше так жить не может и что он хочет вернуться домой то есть чтобы вы поняли ему было физически сложно писать открытки потому я бы перестала бы делать им шоу я бы просто сидела и смотрел в камеру говорила выпустите меня выпустите меня или просто бы смотрел ничего не делал короче делала бы все чтобы они не могли на этом заработать блять просто смотреть было не на что вот такая паскуда да там же не написано что я обязана развлекать что его ногти очень сильно отросли волосы выросли настолько что падали в глаза видели эти ногти слушайте мои ногти в миллион раз хуже выглядят а я между прочим каждый день ем хоть что-то взять не завидно в коре сумма сбора было меньше ну да так я и говорю что в итоге то вещи то он более нормальные получал чем в японии в японии вообще какой-то кринж щит из трусика в какой-то проститутки резинку чтобы использовать ее как резинку для волос что уж в коем-то веке просьбы насубе дошли до мужичка автора в передаче и его действительно отправили домой правда когда его собирали как и положено посреди ночи пугая того до усрачки он как бы не взначай уронил тяжелый фонарик на причинное место парня и посадили на самолет и вот неужели вы думали что гранд-финал этой истории не обойдется без самого жестокого как будто сама все делаю уже в этой комнате как бы не так его долго куда-то несли посадили он открыл глаза и снова увидел пустую комнату с камеры по центру рефлекторно разделся после чего стены его комнаты упали и он увидел тысячи людей смотрящих на него ну они же знали что так будет не специально ждали пока он полностью разденется на собе был шокирован значит не сказать ничего вы думаете что он упугать человека до усрачки будет достаточно конечно же нет тут же на него начинает вываливать всю правду матку что все это время его показывали по телевизору это же это же как шоу Трумана да получается он же тоже не знал что его снимают и смотрят он есть на обложке журналов его дневники без его ведома продавались в книжных магазинах и стали бестселлерами на вкусный рамен стал частью рекламной кампании этого продукта его буквально заперли в комнате сводили с ума морили голодом а когда все закончили все правду и выдали удостоверение клоуна и чтобы вы поняли его положение давайте официальный клоун я когда-то заострил ваше внимание на воспитание на суп его вырастил отец который работал в полиции и когда юноша поделился целями на жизнь что он хочет стать комиком отец само собой не обрадовался этому ушло много времени чтобы поменять мнение человеческий было но вообще да отец поставил перед ним одно единственное требование ты можешь развлекать людей выставлять себе глупым шутить шутки но пообещай мне что ты никогда никогда не разденешься прилюдно посмотрите на лицо человека который полтора года своей жизни ходил голом на него смотрела буквально вся страна и прямо сейчас его съедает взглядом тысячи людей в зале жуткой и пугающей ноте заканчивается история этого шоу но это не означает что для нас обе все закончилось ему конечно же сплотили но по сравнению с тем сколько на нем заработали это были гроши на на другой стороны он действительно получил славу славу по что они в фрика танцующий с едой и говорящий с игрушками ю постоянно звали в разные программы но в амплуа поехавшего чуде какой он не являлся так что все предложения он отвергал его попытки стать комиком не увенчались успехом ибо первые полгода ему было тупо сложно разговаривать с людьми он пытался выступать на сцене но как мне кажется страх перед зрителем все еще жил в нем у него ушел целый год чтобы привыкнуть носить одежду целый год ему было некомфортно просто существовать за пределами своей комнаты но стоит сказать что нас убить человек железной воли он не только сам похоронил образ больного психа но и смог найти для себя несколько нормальных ролей в кино да как он псих блять а сейчас занимает выглядят поадекватнее чем эти люди фокусими кроме сбора средств на предотвращение посредствия аварии он ведет шоу где рассказывает о том что тогда случилось и развеивает мифы касаемые радиации в его городе а недавно он забрался на вере они просто завидовали его гигачат челюсти не понимаете что он пережил ужасные издевательства сейчас он вполне себе хорошо себя чувствует и помогает окружающим а что насчет продюсеров и других ответственных за этот кошмар никто не решил собрать на себя ответственность как и естественно мы сделали что-то уникальное а уникальна вода такая была риторика но спустя десяток лет в личном разговоре с нас обе он таки перед ним извинился а наш герой как человек с большим сердцем смог его простить знаете углубляясь в эту историю смотри это шоу я не мог поверить своим глазам на человеком издевались больше года и всем это нравилось вот послушайте как люди смотрят это шоу и заливаю лайк репост и только одна мысль меня пугает смотря на эти огромные цифры жизни и радость аудитории я боюсь что черное зеркало игра в кальмара и шоу сумма на скоро окажутся в наших подписках но как реалити-шоу мне такое нравится ага позже а теперь мне совсем не хочется не жить а у него кстати есть много видео крутых у этого челик а ну поскидывайте мне все в дискорде Так, слышите, ютубчане, там дискорд, там канал. Если хотите, чтобы я смотрела, сгидайте туда, не надо мне писать комментарий. Потому что я всё равно нихуя не запомню. Мне надо, чтобы у меня лист был, где я буду выбирать всю эту хуйню. Вот. И всё я сказала. Смотрим в следующий.